Первое. Это, безусловно, вот вы видите основные рекомендации, что говорят. Первое и самое главное – это рационализация периода дневного сна. Что это такое? Очень часто, особенно часто в третьем триместре, мамочка, уйдя в декретный отпуск, имеет достаточно много свободного времени. И вот эта дневная сонливость, которая тоже может быть. То есть мама днём хочется спать, она днём спит, высыпается, а ночью, соответственно, она мучается от бессонницы. И вот так называемая гигиена сна, когда мы всё-таки стараемся не спать слишком много днём, для того, чтобы не спровоцировать у себя вот эту бессонницу. Это и подразумевается под понятием рационализации периода дневного сна. Что ещё рекомендуют? Рекомендуют перед сном прогуляться, да, то есть где-то за 2 часа, да, либо за час до сна. Пройтись 30 минут спокойным шагом, папу, берите за руку, да, и вот прогуляйтесь на свежем воздухе. Это тоже способствует нормализации сна, легче будет уснуть после этого. Опять-таки не рекомендуют переедать на ночь, потому что заполненный желудок, да, он даст чувство дискомфорта, и будет тяжело уснуть, будет тяжело устроиться, да, перед, устроиться в постели. Что ещё рекомендуют? Рекомендуют проветривать, перед тем, как выложите спать, проветривать спальню, да, то, чтобы был всё-таки свежий воздух и легче засыпалась. Рекомендуют удобные, естественно, пижамы, да, то есть либо ночная рубашка, должна быть удобна, не должна стеснять, да, то есть ни брудь, ни животик, чтобы нигде ничего не давило и не мешало. Рекомендуют, например, особенно в третьем триместре, да, рекомендуют позу сна, да, какую позу сна, вот хочу сказать ещё. Потому что иногда бывает, мамы спрашивают, вот как мне можно спать? Я вот до беременности любила спать на животе. Можно ли мне спать на животе и во время беременности? Обычно говорят так, что до того, как матка вышла из залонного сочинения, здесь вообще никаких вопросов нет. То есть первый триместр как спали, так и спите. Главное, чтобы вам было удобно и в груди было удобно, да, потому что грудь начинает увеличиваться уже с первого триместра, да, то есть может быть дискомфорт именно в отношении груди. Ну а дальше уже второй, третий триместр. Каких-то противопоказаний, да, то есть жёстких, потому что спать на животе их нету, но показывает практика. Практически все мамы уходят от этого, потому что просто-напросто это дискомфортно, это неудобно, да. То есть и какое-то ощущение самосохранения, сохранение своего ребёночка заставляет отказаться от дневного сна. Дальше, например, сон на спине. То есть на спине первый, второй триместр. Если мама любит спать на спине, прекрасно, хорошо. А уже обычно к третьему триместру что происходит? Мама сама опять-таки отказывается от сна на спине, потому что когда женщина лежит на спине, то достаточно тяжёлая, мы сами понимаем, да, матка с ребёночком внутри давит в средстве силы, действия силы тяжести, давит на нижнюю полую вену, которая идёт вдоль позвоночника, да, и передавливает её, и в связи с этим ухудшается кровоток, ухудшается приток крови к сердцу, да, соответственно возникает и головокружение, да, и подташни у неё мамочки, мушки начинают летать перед глазами. И в принципе, в общем, называют доктора синдром нижней полой вены, да, то есть когда мамочка лёжа на спине, начинает кружиться голова, да, то есть падает давление и чувствует себя очень-очень нехорошо. То есть вот именно поэтому и не рекомендуют в третьем триместре спать на спине. Вы ощущаете, смотрите сами, чувствуете сами, но узнайте о такой особенности. Исходя из этого, оптимальное положение для сна во время беременности – это положение на боку. Кто-то рекомендует спать именно на левом боку, да, потому что так легче и переваривается пища, да, и так далее. Кто-то рекомендует спать на правом боку, да, то есть говорят о том, что легче сердечно-сосудистой системе, да, то есть легче сердцу. Но здесь уже это не является каким-то критичным фактором – спать либо на левом, либо на правом боку, так как вам будет удобно. Но что ещё рекомендуют, например, когда мамочка ложится спать, для того, чтобы было более комфортно, да, то есть маме желательно иметь с собой, когда она ложится спать, три подушки, да, три. Первая – под голову, ну, как обычно, да, всем. Вторая подушка – это между коленок, да, и третья подушка – под поясницу. Вот именно в таком положении, когда мама лежит на бачке, и вот эти три подушечки вокруг, гораздо легче и комфортнее спать, да, то есть и животику лучше, и мама сама ощущает, что ей так намного-намного комфортнее. Что ещё есть? Есть так называемые специальные подушки для беременных. Здесь на картинках вы видите, да, они разные есть, разных разновидностей, ну, вот, может быть, такая, может быть, такая, да, то есть сюда коленки, а здесь под спину животик, под спину подушечка, да. То есть вот мама ложится либо на одну, либо на другую сторону, так, как ей удобно. Что ещё говорят о том, что если вы просыпаетесь ночью, и, например, либо в туалет, либо просто просыпаетесь, и не можете уснуть, не советуют лежать, ворочаться и думать о том, боже, ну, как бы мне уснуть, как бы мне уснуть, да. Лучше встать, пройтись, прогуляться, послушать музыку, либо почитать, и потом через какое-то время гораздо легче, гораздо спокойнее будет уснуть. Что бывает, да, то есть то, что мы с вами говорили, при недостатке кальция и магния бывают судороги в ногах. Что рекомендуют? Ну, безусловно, в таких случаях доктор вам порекомендует препараты, либо витамины, содержащие кальций, магний. Ну, а если, например, ночью случилось, вот вы ощущаете в пальцах обычно, да, на ногах, ощущаете судорогу, что рекомендуют? То есть вы берёте рукой за большой палец ноги и тянете на себя, да, то есть вот выпрямляя ногу, тянете большой палец на себя и держите таким образом секунд 10-15, и при этих манипуляциях судорога проходит, становится гораздо легче. Что ещё? Синдром беспокойных ног, да, то есть когда вот вы ложитесь спать, мы с вами говорили уже, да, вот хочется-хочется постоянно вот крутить ногами. С чем это связано? Может быть связано в том, что железодефицитные анемии, скажите обязательно об этом своему лечащему доктору, проверьте уровень гемоглобина, возможно понадобятся либо препараты железа, либо витамины, содержащие железо. Если есть изжога, как мы с вами говорили на одном из наших вебинаров, поднимаем головной конец кровати, да, на ночь не наедаемся, кушаем заранее, более такой лёгкий ужин, можно стакан молока, да, то есть что-то с щелочной реакцией, то, чтобы не кислые продукты, да, на ночь. Храп, заложенность носа, да, это может быть признаками скрытых, либо явных отёков, при гистозах, такое тоже может быть, мы с вами будем об этом сегодня говорить. Контроль и нормализация питьевого режима в этих случаях рекомендуют, ну, а какие-то сосудосуживающие капли, да, в нос категорически противопоказывают ситуацию. Ну, что ещё, о чём ещё говорят, о том, что, к примеру, лекарственное растение, если у вас нет противопоказаний, если доктор вам разрешает, то тогда это может быть и мелиса, и солодка, и валериана, даже вот ягоды чёрной смородины, либо, например, отвар ягод тоже способствует нормализации сна, либо, например, сделать подушечку с запахом и положить их себе под подушку, тоже может способствовать сну.